И я скажу, что какие действия у женщины должны быть при возникновении жалоб на учащенное мочеиспускание. Вот так у шер гинеколога. Первый вопрос, который он должен дополнительно задать, он будет риторический, потому что он видит женщину перед собой. Как вы думаете, Татьяна Анатольевна? Татьяна Анатольевна. Тренические рекомендации Ассоциации урологов. Они начинаются словами «the age is», то есть всё. Возраст такой-то, вы пошли по той линии. Возраст такой-то, вы пошли по той линии. Потому что эти протоколы, они короткие в связи с небольшим перечнем стартовых обследований и стартовых действий. Эти протоколы, они обусловлены в европейских рекомендациях экономичностью и быстротой помощи. Вот. Ну, как бы, поэтому. И вот, если женщина приходит с учащенным мочеиспусканием, ещё полминуты я завершу и вам кину палочку. Потому что я считаю, что, в принципе, чаще они придут всё-таки не к урологу, а к акушерогинекологу. Ну, как бы, первая клиническая рекомендация – это сдать анализ мочи клинический. Дальше клиническая рекомендация – оценить хотя бы в общих чертах гормональную насыщенность и принадлежность женщины к группе возрастной. И по получению результата в анализе мочи клинического всё, больше ничего в той клинической рекомендации нет. Ни вакпасиев они не делают, это всё additional. И это ещё надо обосновать, чтобы сделать. Вот они дают. Возраст, анализ мочи клинический – клиническая рекомендация. И они дают клиническую рекомендацию, не определяя чувствительность к антибиотикам, а просто они назначают антибиотики. Ну, я бы сказала так, там у них терапия первой линии. Если женщина гарантированно не беременная, они назначают торхинолон и конкретно цифрофлоксацин. Если женщина подозревается, что как-то, может быть, вот эти вопросы всплывают о кошерогинеколога, то тогда они назначат ампицелин. Вот дёшево и сердито называется. Продолжение следует...